Марина Цветаева Пастернак И все равно, и все едино Поразительная невосприимчивость профессиональной критики при оценке своей работы, невосприимчивость сродни обидчивости ребенка у иных злопамятности злодея биографии Марины Цветаевой налицо. Качество это субъективное, казалось бы свойственное какому-нибудь Яблоновскому или Оссоргену вряд ли может накрыть всех удостоверителей разом. Однако и Юлий Айхенвальд, и Георгий Адамович, и Зинаида Гиппиус, ни дня без жертвы не знающие, в гонении своем на Марину Цветаеву единодушны. Быть может, нюхом чуяли, что ее – настоящее, вечное, заревое, а их – издельное, мелкое, временное. А может, сказался древний инстинкт по сигналу бросаться рыкающей сворой, а ту ее взять – привычка пасконная, перьевая. Кто знает, заклацанием челюстей смогли бы услышать они, если бы поэт в печати, а не в одних только письмах, объявил во всеуслышание. Я не знаю, принято ли отвечать критику иначе, как колкостями и в печати, но поэты не только не подчиняются обрядам, а не творят их. Позвольте же мне нынче в этом письме утвердить обряд благодарности, критику поэта. Случай достаточно редкий, чтобы не слишком рассчитывать на последователей. Ваша критика умна. Простите за откровенность. У вас редчайший подход между фотографией, всегда лживой, и отвлеченностью. Вы берете то среднее, что и составляет сущность поэта, некую преображенную правду дней. Вы вежливы, вне фамильярности, неустанно на вы. У вас хороший вкус. Не поэтесса, слово для меня полупочтенное, а поэт. Вы доверчивы, у вас хороший нюх. Так, задумавшись на секунду, кунштюк или настоящее. Ибо сбиться легко, и подделки бывают гениальны. Нет, настоящее. Утверждаю, вы правы. Так, живя стихами с... до сих пор, как родилась, только этим летом узнала от своего издателя Геликона, что такое хорей и что такое дахтиль. Я б знала по названию блоковской книги, но стих определяла как пушкинский размер и брюсовский размер. Я живу и, следовательно, пишу по слуху, то есть на веру. И это меня никогда не обманывало. Если бы я раз промахнулась, я бы вся ничего не стоила. Что еще? Ах, пожалуй, главное. Спасибо вам сердечно и бесконечное за то, что не сделали из меня стиль рюс, не обманули с видимостью, что единственные из всех за последнее время обо мне писавших удостоили, наконец, внимания сущность, то, что вне нации, то, что над нацией, то, что ибо все пройдет, пребудет. Марина Цветаева Из письма Бахраху Стихи к блоку Так, Господи, и мой обол прими на утвержденье храма, Не свой любовный произвол пою, Своей отчизны рану, Не скарит ни коржавый ларь, Гранит коленами протертый, Всем отданный герой и царь, Всем праведник, певец и мёртвый, Днепром разламывая лёд, Гробовым не смущаясь тёсом, Русь пасхою к тебе плывёт Разливом тысячеголосым. Так сердце плачь и словословь, Пусть вопль твой, тысяча которой, Ревнует смертная любовь, Другая радуется хору. 2 декабря 1921 Собственно, а кого слушать поэту В его нерукотворной крепости И недоказуемых угодьях духа? Газетчика, плохого поэта, Словесника, чьи слова и поступки не совпадают, Среднего редактора, Критика злого, глухого к слову, Читателя некультурного, Который Натсона в 1925 считает современником, А шестидесятилетнего Бальмонта, Подающим надежды Юнсона. Само собой нет, Не оспаривать, А выбрасывать за дверь При первом суждении. Критик Чернь, Тот же читатель Чернь, Но мало не читающий, Пишущий, Марина Цветаева. Литературное воспитание Тонких критиков и специалистов Руднева, Демидова, Милюкова, Беспощадно режущих прозу Цветаевой И не понимающих ее стихи, Любой контакт с глупцом, А усредненный человек глупеет, С его судом, Упущенное время, Убитое вдохновение. Хотя приходилось. Кто в эмиграции не пишет критики? А слушай, Стихи с того света им будем читать Только мы, Как авторы вет и заветов, И пира во время чумы. Борис Пастерна. Власти над поэтом Только зов бытия. Поэтому и прислушиваться поэт Может к тому, Кому этот зов не безызвестен, Дальнему собеседнику, Другому поэту. Все остальное, Какой бы традиции Или исторической непосредственности, Необходимостью оправданно ни было, Никогда не было и не будет релевантно. Нельзя, Потому как Бога противно Вводить ишака в храм. Московский герб Герой пронзает гада, Дракон в крови, Герой в луче, Так надо. Во имя Бога и души живой Сойди, Сойди с ворот, Господень часовой, Верни нам вольность, Воин, Им живот. Страш роковой Москвы, Сойди с ворот И докажи народу и дракону, Что спят мужи, Сражаются иконы. Девятое мая 1918-го. Эпиграфом к теме о том, Что составляет заботу ее творчество, Марина Цветаева берет свидетельство Жанны Д'Арк. Я слышу голоса, Которые повелевают мной. Кого я слушаюсь? Жан-тан-дево, Дизетель, Кюмэ, Командант. Слушаюсь я чего-то постоянного, Но неравномерного, Во мне звучащего, То указующего, То приказующего. Когда указующего, Спорю, Когда приказующего, Повинуюсь, Приказующего есть первичный, Неизменимый И незаменимый стих, Суть, Предстающая стихом, Чаще всего последним двустишем, Которому затем прирастает остальное. Указующая, Слуховая дорога к стиху, Слышу напев, Слов не слышу, Слов ищу, Левей, правей, Выше, ниже, Быстрее, медленнее, Затянуть, оборвать, Вот точные указания моего слуха, Или чего-то моему слуху. Все мое писание – вслушивание. Отсюда, чтобы писать дальше, Постоянные перечитывания. Не перечтя, по крайней мере, Двадцать строк, Не напишу ни одной. Точно мне с самого начала Дана вся вещь, Некая мелодическая Или ритмическая картина ее. Точная вещь, Которая вот сейчас пишется, Никогда не знаю, допишется ли, Уже где-то очень точно И полностью написано. А я только восстанавливаю. Отсюда эта постоянная настороженность, Так ли, Не уклонюсь ли, Не дозволю ли себе, Своеволея. Верно услышать, Вот моя забота, У меня нет другой. Марина Цветаева, Поэт о критике Заповедей не блюла, Не ходила к причастию, Видно, пока надо мной Не пропоют литью. Буду грешить, Как грешу, Как грешила, Со страстью, Господом данными мне чувствами, Всеми пятью. Други, Сообщники, Вы, Чьи наущения жгучи, Вы, Сопреступники, Вы, Нежные учителя, Юноши, Девы, Деревья, Созвездия, Тучи. Богу на страшном суде Вместе ответит Земля. 26 сентября 1915 С каждым говорю на его языке Марина Ивановна Цветаева. Трагедии себе не хочет никто, С нею рождаются Анастасия Ивановна Цветаева. И дорога на тот свет. Лежу на спине, Лечу ногами вперед, Голова отрывается. Подо мной города, Сначала крупные, Подробные, Бег спиралью, Потом горски белых камешков, Горы, Заливы, Несусь Неудержимы, С чувством страшной тоски И окончательного прощания. Точное чувство, Что лечу вокруг земного шара, И страстно, И безнадежно За него держусь, Зная, Что очередной круг Будет Вселенной. Та полная пустота, Которая так боялась в жизни, На качелях, В лифте, На море, Внутри себя. Было одно утешение, Что не остановить, Не изменить Роковое, И что хуже не будет, Проснулась С лежащей через грудь рукой От сердца. Марина Цветаева Из записных книжек Весной 1922 года, Когда она была уже за границей, Я в Москве купил Маленькую книжечку Её верст. Меня сразу покорило Лирическое могущество Цветаевской формы, Кровно пережитой, Неслабогрудой, Круто сжатой, Изгущенной, Незапыхивающейся На отдельных строчках, Охватывающей без обрыва Риппа целые последовательности Стестров развитием Своих периодов. Какая-то близость Скрывалась за этими особенностями, Быть может, Общность Испытанных влияний Или одинаковость Побудителей В формировании характера, Сходная роль семьи И музыки, Однородность Отправных точек, Целей И предпочтений. Я написал Цветаевой В Прагу письмо, Полное восторгов И удивления По поводу того, Что я так долго Прозёбывал её И так поздно узнал. Она ответила мне, Между нами завязалась Переписка, Особенно участившаяся В середине двадцатых годов, Когда появилось Её ремесло И в Москве Стали известны В списках Её крупные По размаху И мысли Яркие, Необычные По новизне Пайма Конца, Пайма Горы И Крысолов. Мы подружились Борис Пастернак Стать, как лёд, Не зная ни того, Что было, Ни что придёт, Забыть, как сердце Раскололось И вновь срослось, Забыть свои слова И голос, И блеск волос, Браслет из берюзы Старинной На стебельке, На этой узкой, Этой длинной Моей руке. Как зарисовывая Тучку Издалека За перламутровую Ручку Бралась рука, Как перепрыгивали Ноги Через плетень, Забыть, Как рядом По дороге Бежала тень, Забыть, Как пламенно В лазури, Как дни текли Все шалости Свои, Все бури И все стихи. Моё Свершившееся Чудо Разгонит Смех, Я вечно Розовая Буду Бледнее Всех И не раскроются Так надо, О, пожалей, Ни для заката, Ни для взгляда, Ни для полей, Мои опущенные веки, Ни для цветка, Моя земля, Прости навеки, На все века, И так же будут Таять луны И таять снег, Когда промчится Этот юный Прелестный век. Феодосия Сочельник 1913 Романтическое в классическом, Стихийное в логическом, Эрос в логосе, Стихия в системе, И ласка. Это Марина Цветаевна. Ты все еще крайне початый, А смерть это твой псевдоним, Борис Пастердак. Из письма Марины Цветаевой Борису Пастернаку 14 февраля 1925 года Борис 1 февраля воскресенья В полдень родился Мой сын Георгий. Борисом он был Девять месяцев в моем чреве И десять дней на свете. Но желание, Сережа, Нетребовое, Было назвать его Георгием, И я уступила. И после этого Облегчение. Знаете, какое чувство Во мне работало? Смута, Некая неловкость, Вас, Любовь, Вводить в семью, Приручать дикого зверя, Любовь, Обезвреживать Барса. Барсик, Так было, Было бы. Уменьшительное. Ясно и просто. Назови я его Борис, Я бы навсегда простилась С будущим, Вами, Борис, И сыном от вас. Так, Назвав этого Георгием, Я сохранила права На Бориса. Борис остался во мне. Вы бы ведь не могли Назвать свою дочь Марины, Чтобы все звали И знали, Сделать общим достоянием, Обезвредить, Узаконить. Борисом он был, Пока никто этого не знал. Сказав, Приревновало ко звуку, Георгий, Моя дань долгу, Доблести и добровольчеству, Моя трагическая добрая воля, Это тоже я, Не отрекаюсь, Но не ваше я, Ваше я, Я В Борисе. Марина Цветаева Прокрасцы А может лучшая победа Над временем и тяготеньем Пройти, чтоб не оставить следа, Пройти, чтоб не оставить тени На стенах, Может быть отказан Взять, Вычеркнуться из зеркал, Так Лермонтовым по Кавказу Прокрасцам, Не встревожив скал, А может лучшая потеха Перстом Себастьяна Баха Органного Не тронуть эхо, Распасться, Не оставив праха На урну, Может быть обманом взять, Выписаться из широт, Так временем, как океаном, Прокрасцам, Не встревожив вод. 14 мая 1923 Из письма Бориса Пастернака Марине Цветаевой 25 марта 1926 года Наконец-то я с тобой. Так как мне все ясно, И я в нее верю, То можно бы молчать, Предоставив все судьбе. Такой головокружительно незаслуженный, Такой преданный. Но именно в этой мысли Столько чувства к тебе, Если не все оно целиком, Что с ней не совладать. Я люблю тебя так сильно, Так вполне, Что становлюсь вещью в этом чувстве, Как упающейся в бурю. И мне надо, Чтобы оно подмывало меня, Клало на бок, Подвешивало за ноги вниз головой. Я им спелен, Я становлюсь ребенком, Первым и единственным мира, Явленного тобой и мной. Мне не нравятся последние три слова. О мире дальше. Всего сразу не сказать. Тогда ты зачерпнешь и подставишь. Прямо непостижимо. Для чего ты большой поэт? Болезненно близко и преждевременно Подступило к горлу то, Что будет у нас и кажется скоро, Потому что этим воздухом Я дышу уже и сейчас. Mein größtes Leben, Своей высшей жизнью я живу с тобой. Я мог бы залить тебя сейчас смехом И взволнованным любованием. И уже и сейчас, Поводив по своей жизни И рассказав про ее основания, Крылья, Перестили и прочее, Показать тебе, Где в ней начинаешься ты Очень рано, В шестилетнем возрасте, Где исчезаешь, Возобновляешься, Мариной Цветаевой перст. Напоминаешь собственное основание, Насильно теснишься мною назад, И вдруг, Соответствующими неожиданностями В других частях, Об этом в другом, Следующем письме, Начинаешь наступать, Растешь, растешь, Повторяешь основания И обещаешь завершить с собой все, Объявив шестилетнюю странность Лицом целого, Душой здания. Ты моя безусловность, Ты с головы до ног горячий, Воплощенный замысел, Как и я, Ты невероятная награда Мне за рождение и блуждание, И веру в Бога, И обиды. Сестра моя жизнь Была посвящена женщине. Стихия объективности Неслась к ней Нездоровой, Бессонной, Умопопрочительной Любовью. Она вышла за другого. Юно можно было продолжить, Впоследствии я тоже женился На другой, Но я говорю с тобой. Ты знаешь, Что жизнь, Какая бы она ни была, Всегда благороднее И выше таких Либретных формулировок. Стрелочная И железнодорожно-хрушительная Система драм не по мне. Боже мой, О чем я говорю с тобой И к чему? Моя жена порывистый, Нервный, Избалованный человек. Бывает хороша с собой И очень редко В последнее время, Когда у ней Обострилась малокровие. В основе Она хороший характер. Когда-нибудь В иксовом поколении Эта душа, Как все, Будет поэтом, Вооруженным всем небом. Не низостью ли было бы Бить ее врасплох За то и пользуясь тем, Что она застегнута Не вовремя И без оружия? Поэтому в сценах Громко роль отдана ей, Я уступаю Жертву, Лицемерию, Как по-либретному чувствует И говорит она. Как удивительно, Что ты Женщина. При твоем таланте Это ведь такая случайность. И вот За возможностью жить При Деберт Вальмор Какие редкие шансы В лотерее. Возможность При тебе. И как раз я рождаюсь. Какое счастье. Если ты еще не слышишь, Что об этом чуде Я и говорю тебе, То это даже лучше. Я люблю И не смогу не любить тебя долго, Постоянно, Всем небом, Всем нашим вооружением. Я не говорю, Что целую тебя Только от того, Что они падут сами, Лягут помимо моей воли, И от того, Что этих поцелуев Я никогда не видам. Я боготворю тебя. Надо успокоиться. Скоро я напишу тебе еще. Борис Пастернак Письма Древняя щита Течет по жилам, Древняя мечта Уехать сменой. Книлу Не на грудь хотим, А в грудь. Книлу Или еще куда-нибудь Дальше, За предельные пределы Станций. Понимаешь, Что из тела Вон хочу, В час тупящихся вешт, Разве выступаем Из одежд? За потустороннюю границу Стиксу. 7 октября 1923-го Уже ли меня остановят слухи Об избитости слова, Пущенные теми, Кто бил его? Анастасия Ивановна Цветаева В нее надо было вчитаться. Когда я это сделал, Я ахнул От открывшейся в небесной чистоты И силы Ничего подобного Нигде кругом не существовало. Сокращу рассуждение. Не возьму греха на душу, Если скажу. За вычетом Анинского и Блока И с некоторыми ограничениями Андрея Белого, Ранняя Цветаева Была тем самым, Чем хотели быть И не могли Все остальные символисты Вместе взятые. Там, где их словесность Бессильно барахталась В мире надуманных схем И безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась Над трудностями Настоящего творчества, Справляясь с его задачами, Играючи, С несравненным Техническим блеском. Борис Пастернак Люди и положение Из письма Марины Цветаевой Борису Пастернаку 10 июля 1926 Я бы не могла с тобой жить Не из-за непонимания, А из-за понимания. Страдать от чужой правоты, Которая одновременно и своя, Страдать от правоты Этого унижения я бы не вынесла. По сей день я страдала Только от неправоты, Была одна права. Если и встречались схожие слова, Редко и жесты чаще, То двигатель всегда был иной. Кроме того, Твое не на твоем уровне, Не твое совсем, Меньше твое, чем обратное. Встречаясь с тобой, Я встречаюсь с собой, Всеми остриями повернутой Против меня же. Я бы с тобой не могла жить, Борис, В июле месяце, В Москве, Потому что ты бы на мне срывал, Я много об этом думал, И до тебя всю жизнь. Верность, Как самобарение, Мне не нужна, Я как трамплин, Унизительный. Верность, Как постоянство страсти, Мне непонятно, Чужда. Верность, Как неверность, Все разводит. Одна за всю жизнь мне подошла. Может быть, Ее и не было, Не знаю, Я не наблюдательна. Только подошла неверность, Форма ее. Верность от восхищения, Восхищение заливало в человеке Все остальное. Он с трудом любил даже меня, До того я его от любви отводил. Не восхищенность, А восхищенность, Это мне подошло. Марина Цвета Тоска по родине Давно Разоблаченная морока, Мне совершенно все равно, Где совершенно одинокой Быть, По каким камням домой Брести с кошелкой у базарной В дом И не знающий, Что мой, Как госпиталь или казарня. Мне все равно, Каких среди лиц Ощетиниваться пленным, Львом, Из какой людской среды Быть вытесненной Непременно В себя В единоличье чувств, Камчатским медведем Без льдины, Где не ужиться И не чусь, Где унижаться Не едино. Не обольщусь И языком Родным Его призывом Млечным, Небезразлично На каком Непонимаемой Быть встречным, Читателем, Газетных тонн Глотателем, Да ильцем сплетен. Двадцатого столетия Он, А я До всякого столетия. Остолбеневший, Как бревно, Оставшееся от аллеи, Мне все равны, Мне все равно И, может быть, Всего ровнее, Роднее бывшее Всего, Все признаки С меня, Все меты, Все даты, Как рукой сняло Душа, Родившаяся Где-то. Так Край меня Не уберег Мой, Что и самый Зоркий Сыщик Вдоль всей души, Всей, Поперек Родимого пятна Мне сыщик. Всяк дом Мне чужд, Всяк храм Мне пуст, И все равно И все Едино, Но если По дороге Куст Встает, Особенно Рябина, Третья мая 1934 Из письма Бориса Пастернака Марине Цветаевой 30 июля 1926 года Если я примчусь Отвечать тебе, Все будет продолжаться Деятельно И документально Или ты веришь В перемену? Нет, Главное было сказано Навсегда. Исходные положения Нерушивы, Нас поставило Рядом. В том, Чем мы проживем, В чем умрем И ведь в чем Останемся. Это фатально. Это провода судьбы. Это вне воли. Теперь о воле. В планы моей воли Входит не писать тебе И ухватиться за твою Невозможность писать мне, Как за обещание Не писать. При этом я не считаюсь Ни с тобой, Ни с собой. Оба сильные, И мне их не жаль. Дай Бог и другим так. Я не знаю, Сколько это будет продолжаться. Либо это приведет Ко благу, Либо этому не бывать. И ты мне не задашь вопрос К чьему? Благо может быть Лишь благо Абсолютной деятельной правды. Не старайся понять. Я не могу писать тебе И ты мне не пиши. Когда твой адрес переменится, Пришли мне новый. Это обязательно. Позволь мне Не рассказывать себя И не перечислять Отдельных шагов, Которые я делаю Чистосердечной и добровольной. До полного свидания. Прости мне все промахи И оплошности, Допущенные в отношении тебя. Твоей клятвы в дружбе И обещание, Подчеркнутого карандашом, Обещание выехать ко мне, Никогда тебе не возвращу назад. Простаюсь на этом. Про себя не говорю. Ты все знаешь. Моей волей поэт называет свою жену и сына. Помимо воли, Все в нем принадлежит ей. Называется и звучит ею. Днем позже, Из письма 31 июля 1926 года. Вчерашняя моя просьба остается в силе. Умоляю тебя, Не пиши мне. Ты знаешь, Какая мука будет для меня Получить от тебя письмо И не ответить. Пусть будет последним, Мое. Благословляю тебя, Алю, Мура И Сережу. И все, Все твое. Не удивляйся этой волне, На миг удививший и меня, И давший смысл этому движению Крепость. Кончаю в слезах, Обнимаю тебя. Борис Пастернак в письме. Подруга Под лаской плюшевого пледа Вчерашний вызываю сон. Что это было? Чья победа? Кто побежден? Все передумываю снова, Всем перемучиваюсь вновь, В том, для чего не знаю слова, Была ль любовь. Кто был охотник, Кто добыча, Все дьявольски наоборот, Что понял длительно мурлыча Сибирский кот? В том поединке своей волей, Кто в чьей руке был только мяч, Чье сердце ваше ли, мое ли, Летело вскачь. И все-таки, что ж это было? Чего-то хочется и жаль, Так и не знаю, победила ли, Побеждена ли. 23 октября 1914 Кто из нас окажется нашим современником? Вещь, устанавливаемая только будущим И достоверная только в прошлом, Современник всегда меньшинство. Марина Цветаева по это время. Из письма Марины Цветаевой Ломоносовой 13 февраля 1931 С Борисом У нас вот уже 1923 год, 1931 Восемь лет тайный уговор Дожить друг до друга. Но катастрофа встречи Все оттягивалась, Как гроза, Которая где-то за горами. Изредка перекаты грома И опять ничего, живешь. Поймите меня правильно, Я, зная себя, Наверное, от своих К Борису бы не ушла, Но если бы ушла, То только к нему. Вот мое отношение. Наша реальная встреча Была бы прежде всего Большим горем. Я, моя семья, Он, его семья, Моя жалость, Его совесть. Теперь ее вовсе не будет. Борис не с Женей, Которую он встретил до меня. Борис без Жени, Не со мной, с другой, Которая не я, Не мой Борис, Просто лучший русский поэт. Сразу отвожу руки. Знаю, что, будь я в Москве Или, будь он за границей, Что встретиться он хоть раз, Никакой Зинаиды Николаевны Бы не было. И быть не могло бы. По громадному закону родства По всему фронту Сестра моя жизнь. Но я здесь, а он там. И все письма. И вместо рук рукописи. Вот оно, То царствие небесное, В котором я прожила жизнь. То письмо вам, Как я это сейчас вижу, Все о Борисе. Событие, которого я тогда не знала, Но которое было. Потерять не имев. Живу. Последняя ставка на человека. Но остается работа, И дети, и пушкинское. На свете счастья нет. Но есть покой и воля, Которую Пушкин употребил, Как свобода. Я же воля к чему-нибудь, В той же работе. Словом, Советская герой труда. У меня это в крови. И отец, и мать были такими же. Долг, труд, ответственность, Ничего для себя, И все это врожденное. За три девять земель От всяких революционных догматов. Ибо монархисты оба. Отец был вхож к царю. Не знаю, напишу ли я Борису. Слишком велика над ним Власть моего слова. Голоса. Только живите, Как мне когда-то сказал Один гибрид. Марина Цветаева. Письмо. Идёшь на меня похожий, Глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной И маков набрав букет, Что звали меня Мариной. И сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, Что я появлюсь, грозя. Я слишком сама любила Смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, И кудри мои велись. Я тоже была прохожей, Прохожей, остановись. Сорви себе стебель дикий И ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники Крупнее и слаще нет. Но только не стой угрюма, Главу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, Легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает Ты весь в золотой пыли, И пусть тебя не смущает Мой голос из-под земли. Как теперь 3 мая 1913-го. Посвящение Марине Цветаевой Из поэмы «Лейтенант Шмидт» Запретили как публикацию, Посвященную иммигрантам. Террор возобновлялся Без каких-либо нравственных оснований Или оправданий, Когда-то подыскиваемых для него. Борису Пастернаку Это было понятно. Поэту приходилось ежеминутно Цензурировать свою речь И поведение. Не будучи нехитрым, Не жульковатым, Выкручивался как мог. Все равно Обрамлял имя Цветаевой Во крости. Все равно Поддерживал с нею связь. Пастернак, Возьмите меня В поручители перед Западом. Пока До появления здесь Вашей жизни. Знаете, Отвечаю всеми Своими недоказуемыми угодьями. И не потому, Что вам это нужно. Из чистой корысти Дорого побывать В такой судьбе. Марина Цветаева Цветовой линии В 1935-м Они встретились На антифашистском конгрессе В Париже. Для Марины Цветаевой Это была не встреча. Совсем не такого Бориса Она ожидала увидеть. Выдерживая правила Дореволюционной орфографии С твердыми знаками В конце слов И ядь Она писала Советскому литературному деятелю Николаю Тихонову. 6 июля 1935 года Суббота Милый Тихонов, Мне страшно жаль, Что не удалось С вами проститься. У меня от нашей Короткой встречи Осталось чудное чувство. Я уже писала Борису. Вы мне предстали Идущим на встречу, Как мост, И как мост заставляющим Идти в своем направлении, Ибо другого нет, На то и мост. От Бориса У меня смутное чувство. Он для меня труден тем, Что все, что для меня, Право. Для него, Его, Борисин, Порок, Болезнь. Как мне тогда Вас, впрочем, не было, Тогда и слез не было бы. На слезах. Почему ты плачешь? Я не плачу, Это глаза плачут. Если я сейчас не плачу, То потому, что Решил всячески удерживаться От истерии и неврастения. Я так удивилась, Что тут же перестала плакать. Ты полюбишь колхозы. В ответ на слезы мне – колхозы. В ответ на чувства мне – челюсти. Словом, Борис В мужественной роли Базарова, А я – от тех старичков Кладвищенских. А плакала я потому, Что Борис – лучший лирический поэт Нашего времени, На моих глазах Предавал лирику, Называя всего себя И все в себе болезнью, Пусть высокой. Но он и этого не сказал. Не сказал также, Что эта болезнь ему дороже здоровья И вообще дороже, Реже и дороже ради. Это ведь мое единственное убеждение. Убежденность. Ну вот. Рада буду, Если напишете, Но если не захочется Или не сможется, Тоже пойму. М. Ц. А орфография В порядке приверженности К своему до семилетию. После семи лет Ничего не полюбила. Большинство эмиграции Давно перешло на Е. Это ей не помогло. Марина Цветаева. Письма. Веками Веками свергала, Взводила, Горбачусь Из серого камня Селила. Пустынные очи Упорствуют в землю, Уже не пророчу, Зубов не разъемлю. О дряхлом удаве Призренных сердец Лепечет, Лепечет о славе юнец. Свинцовые веки Смежила Не выдать. Свинцовые веки Смеженные в виде В сей нищенской жизни Лишь час величавый Из серого камня Гляди, Твоя слава. О дряхлом удаве Призренных сердец Лепечет, Лепечет о славе юнец. 2 сентября 1921. Бабья истерия Эмигрантской критики, Дутая капризная Обиженность газет и журналов, С которыми Марине Цветаевой В итоге пришлось Сверхбессмысленнейшее слово Расстаться. Коварное выжидание Злодеев родной земли, Когда вынуждена Будет вернуться сама, Когда, возможно, Будет пытать семью И не дать смежить веки. Вот она, Слава поэта. Слава, Некое Дионисиево ухо, Наставленное на мир, Гомерическое Кандиратон, Что об этом скажут? Оглядка, Ослышка маниака, Смесьма невеличия И преследования. Два примера Беспримесного словолюбия Нерон и Герстрат Оба маниаки. Сопоставление с поэтом Герстрат, Чтобы прославить свое имя, Сжигает храм. Поэт, Чтобы прославить храм, Сжигает себя. Высшая слава, Эпос, То есть высшая сила, Безымянная. Есть у Гёте изречение Не нужно было бы писать Ни единой строки, Не рассчитывающей На миллионы читателей. Да, Но не нужно торопить Этих миллионов, Приурочивать их Именно к этому Десятилетию Или веку. Не нужно было бы, Но, очевидно, Нужно было. Скорее, Похоже на рецепт Для других, Чем для себя. Блистательный пример Того же Фауста, Непонятого современниками И разгадываемого Вот уже сто лет. Ищдер ин яртаузенден лэбе Я живущий в тысячелетиях. Гёте Эккерман Что прекрасного в славе? Слово. Марина Цветаева, Поэта-критики Кто сказал слово? Неужели Руднев, Яблоновский Или Ассоргин? Нет. И даже ни Айхенвальд И ни Милюков Слово сказал поэт. И слово было Поэта. И словом был поэт Единый Из деятельной Мужской душой. Посвящение Мельканье рук и ног И вслед ему Ату его Сквозь тьму времён. Резвей, Реви, рога, Ату, А то возьму И брошу гон и ринусь В сон ветвей. Нарок крушит Сырую красоту Естественных, Как листья леса, Лет. Царит покой, И что не пень, Сатурн, Вращающийся Возраст, Кругный след. Не мог уплыть Стихом Во тьму времён, Такие клады В дуплах И во рту, А тут носи Из лога в лог, Ату, Естественный, Как листья леса, Стон. Век, Отчего Травить охоты Нет, Ответ листвою, Пнями, Сном ветвей, И ветром, И травою Мне и ей. 1926. Борис Пастернак Критика не должна быть истерической, Потому что истерия – это состояние, Из-за которого человек, Будь он философ или не философ, Сжигает себя изнутри. Более того, Если в истерию впадают социальные слои, Целые нации, Целые народы, Они начинают путь страшного самовыничтожения. Петер Слоттердайк Критика цинического разума Из интервью Нелли Матрашиловой Телепрограммы «Под знаком ты» 1992 год Цветаева была женщиной С деятельной мужской душой, Решительной, Боинствующей, Неукротимой В жизни и творчестве Она стремительно, Жадно и почти хищно Рвалась к окончательности И определенности В преследовании Которых Ушла далеко И опередила всех. Кроме немногого известного Она написала большое количество Неизвестных у нас вещей, Огромные бурные произведения, Одни в стиле русских народных сказок, Другие на мотивы Общеизвестных исторических преданий И мифов. Их опубликование Будет большим торжеством И открытием для родной поэзии И сразу в один прием Обогатит ее Этим запоздалым И единовременным даром. Я думаю, Самый большой пересмотр И самое большое признание Ожидают Цветаева. Борис Пастернак Люди и положение У нее была злая охватка Мастера Дурье Дознаться, я пишу, чтобы добраться До сути, выявить суть, Объясняла Марина Цветаева. Делаю ли я это ради потомка? Нет. Скорее, ради прояснения Моего собственного понимания. И еще, для осознания сил Моей любви И если угодно Моего дара Цитируется по книге Ирмы Кудровой Версты Да Поэты Поэт Издалека заводит речь Поэта далеко заводит речь Планетами, приметами, окольными Причрытвенными между да и нет Он даже размахнувшись в колокольни Крюк выморочит, ибо путь комет Поэтов, путь, развеянные звенья Причинность его, связь его Кверх лбом Отчаятесь Поэтовы затменья Не предугаданы календарем. Он тот, кто смешивает карты Обманывает вес и счет Он тот, кто спрашивает спарты Кто канта нагло бьет Кто в каменном гробу бастилий Как дерево в своей красе Тот, чьи следы всегда простыли Тот поезд, на который все опаздывают Ибо путь комет Поэтов путь Сжа, а не согревая Рвя, а не взращивая Взрыв и взлом Твоя стызя Гревастая кривая Не предугадана календарем. 8 апреля 1923 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...